На одной стороне листа счет, на обратной уведомление. Красным по белому коммерческая организация ООО «Сочи-Водоканал» информирует жителей о необходимости производить оплату им, а не МУПу, обозначая, что городское предприятие не соответствует критериям гарантирующей организации. А постановление главы города от 1 июля, согласно которому канализационные сети Адлерского района переходят на обслуживание МУП «Водоканал», находится на обжаловании в арбитражном суде. На первом слушании, говорит руководитель муниципального предприятия Сергей Винарский, в обжаловании суд отказал. Следующее заседание намечено на 7 августа. Я готов, если вы меня это оставите, обратиться с этим в прокуратуру, чтобы были приняты соответствующие меры. Потому что здесь и мошенничество, и дезинформация. Здесь есть все. Более того, услуга водоотведения может оказываться и должна оказываться в полном объеме, если организация, которая ее оказывает, осуществляет прием, транспортировку и очистку. Очистные сооружения в Адлерском районе есть только у МУП «Сочи водоканал». У ООО «Сочи водоканал» сегодня даже договора на очистку не имеет. Что касается статуса гарантирующей организации, то полномочием на его выделение располагают местные органы самоуправления. Руководствуясь этим, глава города и издал постановление с изменением границы деятельности гарантирующих поставщиков. В части водоотведения с 30 июня поставщиком является МУП «Водоканал». Он обслуживает больше 24 тысяч физлиц, жителей Адлерского района и тысячи юридических лиц. Тариф для всех абонентов теперь составляет 22 рубля 75 копеек. Разница с предыдущим тарифом чуть больше 9 рублей. Что касается подачи чистой воды, то с одной стороны реки Мзымта сети обслуживает городское предприятие, а абонентов по другую сторону ООО «Сочи водоканал». Поэтому, получив квитанции от двух организаций, жители должны понимать, к какому из предприятий они относятся. Кстати, возможна и ситуация, что платить придется обеим организациям. Только одной за подачу воды, а другой за канализование, поскольку сети разные. Больше половины абонентов района обслуживает МУП «Водоканал». Перечень населенных пунктов, на территории которых услуги предоставляет та или иная компания, можно увидеть в постановлении администрации города за номером 1031 от 22 июня. Электронная версия есть на сайте мэрии. Либо позвонив по указанным телефонам. По этим же контактам нужно обращаться в случае нового подключения к сетям водоотведения. Новое оформление документов для действующих абонентов не требуется. Достаточно предоставить договор с прежним поставщиком и сверить показания приборов учета. Это можно сделать в службе сбыта МУП «Водоканал» на улице Кирова, 30. Также специалисты предприятия проведут и по квартирный обход.